Это топовое место в Калининграде. Начну сразу с конструктива. Стоят наши краны, насколько высокие, видите? Вот такие сваи. 2400 штук мы забили под наши дома. По конструктиву это проказно-монолитное домоскроение. Заполнение будет керамикой, утепление, вентилируемые фасады. Фасады вы видели, фасадную часть. Это будет и клинки. Проект очень красивый, значимый. Пройдем, посмотрим дальше, как идет паркинг, въезд. И расскажу еще более подробно о самих квартирах и о домах нашей стройки. Дома, второй дом. Вы видите уже паркинг. Как он будет? Паркинг полностью под двумя домами. И вот этой площадкой, это пешеходная зона, полностью проведено благоустройство. Будет сверху плита, над паркингом, проведенным благоустройством, озеленением. Понятно, что озеленение не в катках. Большие. И видно, специально посмотрите вниз, видно, что вчера был дождь и паркинг сухой. Клинитарная часть дома. У вас весь план, вы видели, от пяти. И потом дом будет расти шесть этажей, семь этажей. И единственная секция, восемь этажей. Поэтому он будет очень комфортным. Хорошо войдет в архитектуру самой рыбной деревни. Продолжит ее. Мы полностью продолжим благоустройство вот этой части, где идет стройка. Первые этажи, торговые помещения. Высота потолков 3,7. Высота квартир в чистовой отделке 3 метра. Опять мы зайдем еще во внутренний двор дома. Он уже готов. Вы увидите, как мы продумали внутреннюю часть. Естественно, благоустройство и детские площадки еще будут и там. Хорошо, когда человек может выйти, как мы говорим, в девушке на шпильках, в красивых платьях, вокруг красивые рестораны. Интересная архитектура. Самая рыбная деревня очень активная. Но, когда мы заходим во двор, это вот та приватность, которую застройщик может дать жильцам. Это безопасность детей. Когда вы можете спокойно выпустить, играть на детской площадке. Это тишина и внутренние квартиры. Мы говорим о том, что здесь не светло. Видите, он здесь очень просторный. Хотя это классика питерская, классика московская. Это домовые колодцы. С своим собственным двором, с хорошим благоустройством, с фонарями, с какими-то интересными архитектурными элементами. Это вот то, что мы даем для жильцов этого дома. Интересно, это евростандарт. Большими кухнями, гостиными. С большим количеством санузлов, гардеробных. Поэтому сколько интересантов у нас уже есть на эти квартиры. Планировки очень нравятся. И не слышала, чтобы были какие-то решения, а давайте мы перепланируем. Настолько вот грамотно распланированы эти дома. Планировок много. Видовых решений очень много. Поэтому то, что нравится, цена, этаж, человек может найти квартиру. Именно мечты, именно то, что он бы хотел. Ну, конструктиву и по самим мопам хочу рассказать. Это специально приглашенный, в этом вот наш дизайн, как бы заниматься отделкой мест общего пользования. Но это тоже наша такая фишка нашего холдинга, наши квартиры, наши объекты. Вы знаете, когда заходим в наши подъезды, они всегда отличаются изысканной отделкой, продуманностью деталей. Это всегда интересно, если так. Кадное решение, необыкновенно красивое этих домов. Современное, стильное, очень хорошо вписывающееся в саму рыбную деревню. И то же самое решение мест общего пользования будет продумано до мелочи. Все, что касается растений, они обязательно будут. Но мы понимаем, что это все будет на катках. Либо почвоподрыбное растение, у которых где мы сажаем, здесь не будет. Сферы будут, конечно, это все обязательно. Фонтанчики ничего не планируем? На фонтанчике архитектурные формы малые, какие-то мы хотим. С внешней стороны это отпуск, ну там торговый, там еще, внутренний, вот это не будет. Они не будут касаться... Это будет просто... Окон даже не будет. Окон не будет, да? Окна будут, окна будут, смотрите, планы. Но выхода такого, чтобы внутренний двор и машины с продуктами, какие-то вот эти вещи, они не нарушали вот эту приватность. Поэтому все, что касается ресторанов, кафе, офисов, у них будут собственные входы. Это будет внешняя сторона, будут подъезды, мы это продумали. Поэтому вот это вот беспокоиться за то, что здесь будет вот складирование, разгрузка, подгрузка, конечно, не будет. А вот это все будет не так. Ипотека в каком банке и процент какой? Ипотека может быть любой банк, абсолютно, который удобен покупателю. Никакой не продумали. Но застройщик и скром-счета будут открываться именно выгодами. Так вот в классном покупателе мы и говорим о том, что они должны, новое законодательство, они должны обязательно отшить банк, открыть из-за скром-счета. Нотариусы же знают, как это оформлять. Поэтому два посещения банка вашим покупателем и обычная долетка и русский. В принципе, все. Все осталось, как и было. Ну, плюс вот эта вот работа с кроущенами. Открывать. Сейчас какой? Очень разный. По процентам. Минимальный какой? 6,1? 6,5. Это господдержка. Это 3 миллиона, которая дает государство. Ну, насколько мы говорим о этой стройке, может быть, это как раз тот вариант, когда человеку нужна именно 3 миллиона. Ну, как и было.